Всем привет! Это снова Винтажная Кухня. В этом видео я хочу поговорить о красоте. Четвертый год существует канал Винтажная Кухня. Четвертый год я рассказываю вам о том, почему я люблю стиль ретро, как я отношусь к винтажу, даже показываю какие-то моменты из реставрации, которые я увлеклась. И вот сегодня я хочу поговорить именно о красоте. О красоте стиля ретро. Что отражает эту красоту, какие есть особенности у красоты стиля ретро. И есть какие-то особенные маркеры. В мире существует огромное количество поклонников стиля ретро. Очень многие блогеры эксплуатируют этот стиль разных временных рамок и показывают свою жизнь и свой контент ведут именно в стиле ретро. Конечно, самым популярным и самым известным адептом стиля ретро является Дита Фон Тис. Дита Фон Тис – это женщина, которая возвела стиль ретро в уровень абсолюта. У неё огромное количество вариантов деятельности. Она снимается в кино, она выступает на сцене, она запустила и успешно продаёт свою линию нижнего белья. Она пишет книги. Ну, конечно, прославилась, она стала популярной. И опять же, возвела в уровень абсолюта профессию стриптизёрши. Но она эту профессию подаёт именно как шоу-бурлеск. Не просто некое развлечение для случайно зашедших в клуб людей, но это целое шоу, именно шоу-бурлеск, которое она много-много лет подаёт в стиле ретро, в стиле абсолютной элегантности, возведённой в самую высшую степень. Подаёт это всегда очень интересно. Её шоу всегда популярны. На него ходят люди во всём мире, где бы она ни гастролировала. Даже её приглашали, помню, на Евровидение. Только запретили ей окончательное обнажение. Дита Фонтис, урождённая Хизер Рене Свифт, родилась 28 сентября 1972 года в городе Рочестер, штат Мичиган. Хизер с детства любила танцевать и занималась балерой. Считала, что в будущем она станет балериной. С 18 лет Хизер стала работать танцовщицей Гоу-Гоу в клубах. А позднее, уже в стрип-клубе Кэптен Крим, девушка стала представляться именем Дита. Которую взяла в честь немецкой актрисы 20-х годов Диты Парло. Почему я сегодня говорю о Дите Фонтис как образце стиля винтаж, именно человека, несущего стиль винтаж в своём образе? Несколько раз я слышала в свой адрес, когда с кем-то знакомишься, и вот у меня есть канал, и люди открывают и говорят, о, на Диту Фонтис похоже. Я не претендую, но, возможно, я похожа действительно на Диту Фонтис. Дита Фонтис сама эксплуатирует образ 30-х-40-х годов. Она успешно его транслирует во всех своих проявлениях. Она живёт в этом образе, она так живёт. Это её образ жизни. Я очень рекомендую всем посмотреть в открытом доступе на Ютюбе лежат рум-тур по её дому. Её дом полностью воссоздан в стиле ретро. Это старинный особняк, который она переделала по своему вкусу. То есть она живёт этим и наслаждается этим, но при этом всегда говорит, что тот человек, которого вы видите на сцене, это не тот человек, которым я являюсь на самом деле. И действительно, знаете, часто бывает такое, что мы видим людей одними, нам кажется, что они вот такие, а по факту они могут быть совершенно другими. То есть образ, который несёт человек и тот, кем он является внутри, это могут быть два разных человека. Но сегодня речь именно о внешних проявлениях. Если я действительно чем-то похожа на Диту Фонтис, то в первую очередь это тем, что мы с ней одного типажа. И у меня, и у неё светлая кожа, тёмные волосы и достаточно крупные черты лица. Дита Фонтис в основном предстаёт перед публикой в образе 30-40-х годов 20 века. И самая популярная прическа, которую она носит, это так называемая Голливудская волна. Я не знаю ни одного человека, которому не подошла бы Голливудская волна. По крайней мере, мне очень тяжело это так сходу представить, кому бы она не подошла. Голливудская волна – это прическа с волосами, уложенными один к одному с мягким изгибом. Появилась она в начале 20 века, поэтому относится на категории ретро-укладок. Так как в основном носили прическу актрисы, она и получила название Голливудской волны. Примечательно, что в начале 20 века локоны в основном укладывали на коротких волосах, так как мода того времени очень поощряла женские короткие стрижки. У прически Голливудская волна есть две особенности. Это плавные линии, то есть полотно волос создает плавные, но четкие волны. И аккуратность. Волосы, в случае с этой укладкой, должны быть уложены идеально. В 40-е годы 20 века обязательным инструментом красоты для любой женщины были бигуди. В конце 30-х, начале 40-х и вплоть почти до начала 50-х годов очень популярны были завитушки, пудри. Их укладывали, иногда укладывали так, чтобы эта прическа продержалась несколько дней. Потому что в военные годы с моющими средствами были большие проблемы. Соответственно, если ты делаешь прическу, она должна на голове остаться в течение долгого времени. Поэтому тогда популярны мне стали и сетки для волос, и вот эти платки, которыми подхватывали волосы. И так что торчала только одна челка. И, конечно, женщины все берегли свои бигуди. Они были абсолютно у всех. Кто еще застал своих бабушек, помните железные бигуди, которые были для того, чтобы накручивать на влажные волосы. И были еще термом бигуди. Сейчас, конечно, шире ассортимент инструментов для укладки волос. Даже для того, чтобы сделать кудри на любой вкус, на любого размера. Но свой набор термо-бигуди у меня все-таки есть. Я очень люблю ими пользоваться. Именно ими. Они не пережигают волосы. По мне это самый простой способ уложить волосы, если хочется выглядеть в стиле ретро. Еще одним очень заметным маркером красоты в стиле ретро является красная помада. Я тут посчитала, сколько у меня красной помады. На данный момент, с учетом того, что я периодически обновляю, выбрасываю то, у чего закончились сроки годности, у меня сейчас 5 флакончиков красной помады. Разные. Есть матовые, есть глянцевые. Есть на повседневную носку, есть на выход. Пока их 5. Было самое большое количество у меня 8. Был такой момент, когда у меня было 8 разных вариантов красной помады. Иногда в комментариях мне задают вопрос женщины, какая помада в данном ролике. Я вам сейчас покажу те варианты, которые есть у меня на данный момент. А это мои красные помады. Хочу начать свой рассказ вот с этой помады. Это белорусский бренд Reluie. Это серия Truma T. Это жидкая матовая помада. У меня тон 0,2. У нее очень красивый розовый финиш и ложится она таким сатиновым приятным слоем. Но, правда, есть недостаток. Ее нужно периодически подкрашивать, быстро теряет пигментацию. А это одна из моих любимец. Это Maybelline Superstay Made Ink. У меня в оттенке 20. Пионер. У нее потрясающий синий подтон. И ее очень хорошо красить под камеру. Она долго держится. Действительно очень стойкая. Смывать лучше средством для стойкого макияжа. А эта малышка со мной совсем давно. Это Color Edition от Evelyn. У меня в оттенке 710. Называется он Red in Love. Влюбленный в красный. По сути, так и есть. Очень красивый коралловый подтон. На ежедневную носку потрясающий. Но прозрачный цвет. Она не плотно покрывает губы. Stellar. Купила себе совсем недавно. Это оттенок 103 Russian Red. У нее красивый. Самый красный цвет из всех, какие у меня есть. Но есть недостаток. Очень сильная отдушка. Кто реагирует сильно на отдушки, вот тому, наверное, будет с ней сложновато. Ну и в конце, это бессменная классика. Это Givenchy. Тон 307 Grenade in Tea. Ой, самый стильный красный цвет из всех, какие у меня есть. Потрясающий влажный такой финиш у нее. И она очень долго держится на губах. Классический красный, дорогой цвет. Знаете, я очень люблю смотреть современные фильмы в стиле ретро. И качество фильма для меня всегда определяется по работе костюмеров. Гримеры и костюмеры. Вот насколько те и другие любят свою работу. Это когда по деталям видно, изучали эту эпоху, этот период костюмеры и гримеры или не изучали. Потому что когда речь идет о том, что качественно подошли к вопросу о создании фильма, это всегда очень классные аксессуары. Аутентичные, как правило. Либо на заказ сделаны под то время, о котором идет речь. Еще мне очень нравится, как в современных фильмах в стиле ретро актрисы носят одежду и аксессуары, имитируя то время, которое они представляют. Так вот, аксессуары в стиле ретро, это качественно подобранные аксессуары в стиле ретро. Это всегда такое удар на поражение. Если качественно подобранные, это всегда смотрится очень стильно, очень интересно, очень завлекательно. Качественные, именно качественные аксессуары в стиле ретро, они изобилуют таким количеством деталей. Они так интересно сделаны. Даже если где-то присутствует утеря, потери, где-то что-то стерлось, это все равно смотрится очень завлекательно. Прям вот именно по-женски хочется рассмотреть, хочется присмотреться. И таким образом к самой персоне появляется дополнительный интерес. Первым в списке моих фаворитов именно аксессуаров в стиле ретро, конечно, являются сумочки. Вот здесь по этой ссылке можно посмотреть первую часть моей коллекции. Я показывала, снимала уже ролик о сумочках именно ретро. Не в стиле ретро, а не именно производство тех времен, о которых идет речь. С 50-х по 90-е годы 20-го века. Но даже если вы не любите покупать что-то на блошиных рынках, как-то брезгуете, может быть, такое тоже бывает. Сейчас огромное количество аксессуаров, которые делают сумочек, в частности, именно под стиль ретро. Я вам сейчас похвалюсь, у меня многое прибавление в коллекции. Это, хотела сказать, это девушка. Ну да, девушка. Имена я своим сумкам еще не даю, хотя, видимо, на пути уже к этому. Эту девочку я купила, ну, относительно недавно. Бархатная сумочка на короткой ручке. У нее есть цепочка, ее можно надевать на плечо. Но чем она мне понравилась, если ее в профиль поставить, здесь прям видно выпуклые аксессуары, огромное количество бусинок, огромное количество страз. И здесь очень тонкая работа, и в комплект входят запасные стразы и запасные бусины, то есть на случай утери. И вот эта застежка, и вот эта застежка такая, оформленная в виде большой жемчужины, закрытой листьями, это привлекательно, это очень классно смотрится в руке. Сумочка маленькая, такая девочка-девочка. Она прямо у меня девочка-девочка. Несмотря на маленькие размеры, в общем-то, относительно, относительно, она вместительная. Но мы понимаем, да, что это все-таки театральные сумочки, не для... На работу с такой не пойдешь, это понятно. Это именно для того, чтобы прийти, покрасоваться, пококетничать. Это сумочки специально для таких целей созданы. Очень привлекательные. Кстати, тоже мужское внимание привлекают они вообще себе так на раз. Девочки, must-have для каждого гардероба, кто интересуется или любит стиль ретро. Обязательно себе какую-то маленькую сумочку интересную прикупить. Это очень важно. Но, конечно, для любителей, прям совсем фанатов стиля ретро, аксессуаров, кроме сумок, много не бывает. Винтажные украшения – это целый мир. Броши, пластики, кольца, камеи, кулоны и медальоны, браслеты и часы, серьги и клипсы, украшения для волос. Изделия в стиле винтаж воссоздают моду уже ушедших эпох и неплохо сочетаются с одеждой и комплектами нашего времени. Очень важно помнить, что винтажные украшения должны полностью подходить под весь образ и за один раз можно надеть не более трех изделий. Еще одним мегамаркером красоты в стиле ретро, маркером, который виден не всегда, или маркером, который виден не полностью, давайте так скажем, являются чулки. Сама Дита Фонтис в своей книге описывает чулки следующим образом. Настоящие леди должны носить изысканное белье. И чулки со швом, на подвязках. Я была в этом уверена. На следующий день я пошла в бутик нижнего белья Леди Руби. Милое заведение, как раз напротив пиццерии, где я работала до этого. Вместо выцветшего итальянского декора пиццерии в бутике Леди Руби царили розовые и черные цвета, которые отсвечивались в атласе красивого белья. Я нырнула в этот мир и выбрала восхитительную пару. Настоящие чулки и подвязки. Слава богу, я не современная женщина, подумала я тогда, выплывая оттуда. Ох, живем мы, конечно, в мегаполисе. В мегаполисах, особенно в метро, шелковые чулки. Это не ежедневный, конечно, аксессуар. Кто торопится с утра в час пик на работу, вечером в такой же час пик обратно, москвичи и петербуржцы меня поймут, тоже в крупных городах ездят в метро. Это, конечно, удовольствие то еще, потому что народу много, иногда тебя выносят толпой не на твоей станции. И вот здесь, конечно, чулочки с изящными туфельками, они, конечно, не всегда уместны. И жалко, честно говоря, жалко, кто-то зацепит где-то что-то, ну, жалко. Но на выход, на образ, на свидание, в конце концов, неплохо бы парусечку себе иметь, может быть, и не одну парочку. Как говорит Дита Фонтис, это такой мастхэв для женщины, и особенно женщины, любящие стиль ретро. Как говорят историки нижнего белья, все всегда считывается. Даже если женщина одета в абсолютно глухое платье в пол, но если под этим платьем корсет, чулки с поясом, это все будет считываться. Получается такой неуловимый, необъяснимый магнетизм, который так и притягивает к себе внимание. Она может ничего не делать, она может просто стоять и молчать, но при этом она будет притягивать к себе внимание. Потому что что? Потому что формируется такой образ. Женщина сама себя чувствует на совершенно другом уровне. Там уже совершенно другая подача, совершенно другие движения, совершенно другой подход, поворот головы. Уже даже речь становится другой, именно когда там под одеждой есть нечто интересное. Если говорить об одежде, как о маркере красоты стиля ретро, то здесь непременно нужно сказать вот что. Очень многие дизайнеры, которые хотя бы фрагментарно работают со стилем ретро, говорят следующее. Обязательно одежда в стиле винтаж и в стиле ретро должна быть идеального кроя и идеальной сохранности. Тогда она будет выглядеть дорого. Опять же, раз я сегодня в качестве примера говорю о DT Funtis, если посмотреть на ее платье, не для светских выходов, а платье, которое наносит повседневно. Это, как правило, платье очень простого кроя. И, кстати, она одна из немногих звезд, которые мне, ну именно звезд мирового масштаба, мне очень нравится, как она носит шерстяные ткани серых оттенков. Она ведь умеет их подать, но, опять же, типаж позволяет. Она носит платья очень-очень простые. И, как сама она говорила в своих интервью, что для нее стиль – это в первую очередь элегантные вот эти формы. Фигура позволяет, это фигура, песочные часы, тонкая талия, хорошие формы женские, именно плавные такие. Но она в реальной жизни никогда не оголяет даже ноги. Она никогда не носит мини, она никогда не носит слишком вульгарное декольте. Это всегда такая либо полуприкрытость, такая намек остается на продолжение, не для фантазии, либо это уже совсем закрытые платья. Но это все всегда идеальный кроль. Детафантис является лицом нескольких марок одежды, в том числе какое-то время она участвовала в рекламных кампаниях такой марки, как Ульяна Сергеенко. Она действительно очень органично смотрится в этих платьях, практически любого цветового решения, но при этом всегда повторяю, идеальный крой, идеальная сохранность. Хотя сама Детафантис, конечно, признается, ее такая любовь, такая заинтересованность в стиле ретро, в винтаже началась с того, что ей в свое время просто не хватало денег на новые вещи. Она одевалась там, где она могла одеться, могла себе позволить либо секонд-хенд, либо магазины, вот оцененные винтажных вещей. Оттуда все и началось. Ну и, конечно, самым важным маркером красоты в стиле ретро является состояние, в котором ты носишь этот стиль на себе или в себе. Это все внутреннее твое состояние. Вот для меня, например, я давно заметила, очень много всего зависит от наряда, какой наряд сегодня на мне надет, такое и будет у меня настроение. Кстати, даже мастера в мастерской, несколько раз я слышала такое, что смотрят мой канал и смотрят на меня в мастерской, говорят, на канале Наташа как будто она из Петербурга, а здесь, в смысле в мастерской, ближе к народу. Ну, наверное, так оно и есть. Потому что для женщины, наверное, для любой женщины, ну, кстати, девочки, напишите в комментариях, я одна такая или нас много. Очень много зависит именно от наряда. Если на тебе все такое, в том числе ретро и все такое стильное, такое интересное, такое приталенное, такое девчачьи каблуки, ты одна. А вот когда ты, как я в мастерской, в кроссовках, в спортивных штанах, в футболке, ты другая. Вот такие мы, женщины, загадочные. Конечно, внутреннее состояние, это очень важно. Я считаю, в каждой женщине живет своя Дита Фунтис. Та самая соблазнительница с мягкими формами, которая возвела свой стиль именно в уровень Абсолюта. Это все, что я хотела вам рассказать сегодня. Всем девочкам желаю найти в себе внутреннюю Диту Фунтис, эксплуатировать этот образ, ну хотя бы по праздникам, а всем мальчикам ценить Диту Фунтис, которая рядом. И как обычно, увидимся скоро.